2 марта в школе номер 256 в рамках Всероссийской акции родители-выпускников сдавали единый государственный экзамен. Они получили возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, проходит и в Фокино. Это мероприятие в 2020 году проводится в четвертый раз. Цель этой акции – открытость экзамена, разъяснение родителям процедуры его проведения в деятельностной форме, а не проверка знаний родителей. Старшему поколению предоставилась возможность увидеть, каким образом проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях. Как выглядят рабочие места участников экзамена. Процесс печати и сканирования контрольных измерительных материалов в пункте проведения и ознакомиться с контрольными документами 2020 года по истории. Сдавали экзамен родители учеников из каждой школы нашего города и острова Путятин. От каждой школы тестировали по желанию по два-три представителя. Также родители приходят с паспортами, сдают все вещи свои, дальше они проходят регистрацию и их разводят по аудиториям. Садятся они только на свое место, которое выбрал компьютер. То есть на другое место они сесть не имеют права, садятся по одному. И также все распечатание кимов идет в аудитории. То есть при родителях все раздается, заполняются документы. И затем дается время, целый час они пишут экзамен. У детей это зависит от предмета, время различное. В результате проведения подобной акции дети и родители стали меньше бояться страшного слова ЕГЭ. Стали серьезнее относиться к пробному экзамену, внимательнее заполнять бланки и записывать ответы. Если родители учились в школе хорошо, то они все равно вспомнят, кто такой Рюрик, когда была основана Москва, что там еще. Когда было введено христианство на Руси, я думаю, вспомнят. Говорят, ни один предмет так не забывается, как забывается история. То есть я всегда своим выпускникам говорила, вот вы прошли, если вы готовитесь к экзамену, вернитесь завтра к тому, что вы сегодня проходили. После завтра к тому, что вы сегодня проходили. То есть каждый раз нужно повторять. Родители заранее не готовились к сдаче. Отметим, что это не убавило у них решимости. Нет, не сложно было. Сначала, конечно, переживаешь, а потом уже все вливаешься, вроде начинаешь копаться в своих знаниях. Вот что-то вспоминается, не совсем, конечно, все, но кое-что, конечно, вспоминается. А чтобы сдать хорошо, конечно, нужно относиться к учебе хорошо, все учить. Если заинтересован сдавать этот предмет, то и нужно его досконально изучать, чтобы не было таких, как говорится, долгих дум. Особенность данного экзамена в том, что родители не оценивали в том порядке, в каком оценивают школьников на ЕГЭ. Результаты оцены, они сами себя оценили, у них, да, самооценка прошла. Да, вот мы им показали правильные ответы, они себя оценили, проверили. Я в таком мероприятии сама впервые участвую, для меня это тоже в новинку, но мне кажется, очень интересно, и судя по улыбающимся лицам родителей, им тоже понравилось. А уже весной школьники напишут свой главный экзамен. По всей стране 25 мая стартует основная волна ЕГЭ. В этот день они продемонстрируют свои познания в географии, информатике и литературе. Из обязательных предметов первым будет русский язык, экзамен по которому пройдет 28 мая.